Вечер добрый на канале ТВ5 новости. Итоги дня подведу я, Алексей Новак. Смотрите в этом выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Президент вернул на рассмотрение в семь скандальные поправки, которые позволяли бы спецслужбам контролировать латвийскую науку. Это произошло еще в пятницу. Однако Бюро по защите Сатверсма намерено зайти с фланга и все же добиться своего. Зачем это нужно контрразведке? Шпионские страсти в репортаже Даниила Смирнова. Бюро по защите Сатверсма опубликовало ответ на вопрос, зачем контрразведчикам нужны поправки, позволяющие полностью контролировать науку и научные исследования в стране. Спецслужбы нарисовали зловещую картину и привели реальную историю. Так русский шпион Сергей Яковлев, выдававший себя за уроженца Эквадора и гражданина Португалии, встречался с латвийскими учеными, представлялся потенциальным инвестором и выведывал научные секреты в исследованиях, которые финансировались государством и партнерами ПАНАТО. Именно поэтому им понадобился такой закон. Ученый Александр Гапоненко полагает, что такие поправки помогут бороться спецслужбам и с местными историками и публицистами. Была предложена форма, которую я в своих статьях назвал инквизицией, когда спецслужбы будут определять, надо ли вести данные исследования или не надо. Обычно это делает само академическое сообщество и определяет и запрещает, например, генетические исследования и целый ряд других. Однако у него есть подозрение, что поправки к закону свидетельствуют также о борьбе за власть в контрразведке. На самом деле это идет политическая борьба за пост руководителя Бюро по защите сатворства, который, к сожалению, заболел, должны его переизбрать. И вот кандидаты на этот пост пытаются засветиться в обществе и показать, какие они славные борцы с учеными-вольнодумцами. Интересна и сама история возникновения скандального законопроекта. Поскольку САП не обладает законодательной инициативой, то контрразведчики попытались протащить изменения к закону через Министерство образования. И поначалу министр Роберт Киллис подписал предложенные ими поправки. Но поразмыслив, 17 января отозвал свою подпись со скандального законопроекта. Эти возможности ограничивать учебную, неучебную, а научную работу для меня, как самого ученого, всегда вызывало. При любых обстоятельствах всегда вызывало. Такие опасения сразу надо понимать, в какую сторону они идут. Там очень тонкая грань. Можно начинать аргументировать и довольно широко интерпретировать возможности закрывать научные исследования или даже институты. И с этим надо осторожно. Это как бы тоже по схожести с свободой слова. На этом история могла бы и закончиться. Однако законодательную инициативу взяла на себя глава комиссии Сейма по науке, культуре и образованию Инна Друветы. Но после возвращения законопроекта в Сейм она поняла, что совершила ошибку. В этом случае подтвердилась истина, что продвижение поправок к законопроекту напрямую через комиссию Сейма – это неправильный путь. В таких серьезных вопросах изменения к закону должны проходить через кабинет министров в оговоренном порядке, с учетом мнения Министерства финансов и Министерства юстиции. Но в данном случае, приняв во внимание интересы государственной безопасности, мы решили сделать исключение. Родина была в опасности, контрразведчики говорили убедительно. Вот депутаты и не устояли. Так, сотрудник Бюро по защите Сатверсмы жаловался парламентариям, что они не могут вмешаться на законных основаниях в научные исследования, которые осуществляют частные лица и институты. В свою очередь, политолог Иверс Иепс не скрывает своей иронии по поводу данного продукта законотворчества. В первую очередь, это свидетельствует просто о очень низком качестве работ нашего парламента, потому что понятно, что они почти что поддержали это не глядя, не читая, что там есть, потому что у нас есть такая традиция, что к всему, что касается спецслужбы, некоторая часть наших депутатов относится к таким придыханиям, что если это спецслужбы, тогда это обязательно надо принимать, и об этом вообще не надо дискутировать. Ну и как раз на этот раз попались, потому что понятно, что будет какой-то публичный резонанс по отношению к этому вопросу. Поскольку президент вернул законопроект в Сейм, то его дальнейшая судьба туманна. Инна Друвиетта предлагает запустить его по стандартному сценарию, причем отделив мух от котлет. Ведь основной объем поправок к закону о научной деятельности больше направлен на защиту изобретений латвийских ученых, их патентных прав на исследования. Мы будем просить продвигать поправки Бюро по защите Сатверсма через кабинет министров, поскольку у министерских чиновников и депутатов ограничен доступ к определенного рода информации. А решение правительства будет основано на более полной информации, чем есть у комиссии Сейма. Тем временем латвийская академическая среда бурлит негодованием. Ученым не нравится, что спецслужбы смогут прерывать научные исследования и даже закрывать целые институты. Не исключено, что запросы контрразведчиков будут выделены в отдельный законопроект. И тогда уже правительству придется обосновать обществу необходимость такого закона. Даниил Смирнов, Гунтис Феллманис, телекомпания ТВ5. Чуть ли не 100% взрослых жителей Латвии используют так называемые карты лояльности. Теоретически это значит, что расходы покупателей могут контролировать налоговые органы. Дойдет ли до этого на практике? Продолжение следует...